вот такое вот приспособление для тезировки по сути дела это болгарка но от нее я применил только планетарный переход от ведущей шестерни на ведомую вот это вот кино и вот так вот шестерня стоит многие называют ее червячной передачей но я считаю это невинно значит взял кругляк 28 по моему засверлился нарезал резьбу разделил ножовкой чтобы минимальный отход был потом затянул на шпильки восьмерки и токарным способом задал торцы и я дальше рамка опорная рамка значит планец направляющий под пружину продольные отверстия под винты для регулировки давления пружины ну и по краям разумеется подшипники 1 и 2 бугелях самодельных дальше шкив шкив нужной геометрии ни на базаре ни на барахолке я не нашел поэтому и это пришлось делать самому значит потом вот эти винты вот эти винты расслабляем и регулируем положение ведущей шестерни по к ведомой потом маятник маятник с ошибочкой получился но я сейчас на не сильно верил в этот мотор и ожидал что от всей этой системы придется отказаться вот но он оправдал ну и слава богу значит от родного ремня пришлось отказаться потому что он слишком маленький а сюда я применил пазик от магнитофонной техники у меня их вот эти родной поэтому и вот я один поставил он довольно таки бодренько справляется обхватной на шкиве хороший вот работу он выполнил на 5 все нормально потом амплитуда здесь в этом маятнике вот в этой точке вот так вот вот это вот амплитуда относительно района центра радиуса больше 80 миллиметров это означает что сюда можно полить что потом дальше я тут сношусь так у меня такая спаргалка со всякими напоминалками не ну память так-то у меня есть но я вечно где-то забываю если бы мне пришлось ставить родной ремень то мне пришлось бы тогда уменьшать диаметр шкифы борьба борьба как раз идет за то чтобы уменьшить обороты в общем-то вся разница все отличие от всей этой системы от болгарки в том что здесь на порядок ниже обороты за это борьба чтобы можно металл обрабатывать вот ну и потом мощность не хочется терять здесь на на самом инструменте данном случае фреза сказал вот теперь если у меня возникает потребность во фрезе большего диаметра то ну более 70 миллиметров что кстати еще определяется диаметром самой заготовки я вывожу всю эту систему западку такой очень ведем ребенка мы крутим 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 вот и смотрим чтобы смотрим сам увидим где где моя линейка вот смотрим и видим что у нас здесь 80 помещается почти до 80 уверенно помещается это значит что и фрезе то такой нет такого размера который сюда влезло бы то есть при за любого размера сюда зайдет но правда здесь появляются новые заморочки с этой дальней позиции но не кстати помню решает а пока что мне достаточно этой ближней позиции потом так это крутим и следующий наверное заключительный элемент конструкции я люблю использовать привычные вещи на непривычном применении вот значит так вот значит люди постарше узнают этот предмет рассказываю для молодежи это диск от производителя на нем нанесена рельефная такая насечка такие деления они используются как оптические кадры стробоскоп по сути значит при скорости меньше заданной а именно 33 оборота в минуту в подсвеченном участке на этом диске кадры бегут назад при нормальной скорости кадры стоят на месте при скорости выше кадры соответственно бегут теперь здесь 180 зубов и они хорошо делятся на нужное мне число мне требуется число 36 зачем это потом уже расскажу когда все сделано похвастается обязательно пока что могу столько сказать что это будущее шестерни причем шестерни не скоростные у них скажем так шаговая функция и поэтому им даже закалка не требуется что я делаю значит отвожу штангу так 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 фиксируем отложу штангу и подложу нужное мне значение вот я делал в том что я уже комментарии делал вот но фильм я испортил потому что вернее не я компьютер завис когда я флешку смотрел и папка взялась какими-то и роликами и он ее перестал узнавать как и себя да поэтому все приходится опять снимать собачий свет уже но я сделаю просечку допустим на вот этом вот участке это остаток он пойдет на какой-нибудь флянчик здесь просечку значит у меня для этого требуется ну где-то вот наверно в таком положении теперь подыскиваем я каждое пятое значение отметил так убираем здесь и теперь что мне требуется